Теперь каждый раз, когда сажусь в машину завожу, боюсь, пугаюсь, заведется ли. Камеру установить по-нормальному не смогла. Еду в своем автомобиле. Вот теперь зачем мне нужен автомобиль, когда у меня есть бесплатный проезд в шикарном автобусе? Ну вот только для того, чтобы съездить за продуктами, сами понимаете, да? Вот и езжу я за продуктами. Красота, конечно, неописуемая. Показываю я вам, да? Нормально. Я хотела показать, хотела с вами поговорить сегодня. Ну, наверное, во-первых, камера будет трястись, а во-вторых, ну что же, я буду вам показывать небо. Небо в алмазах. Нет, не получится. Сейчас вот выйду здесь. И придется камеру выключать. Хотя, вот знаете, интересно даже. Особенно не обращаем внимания на небо. Посмотрите, как классно. Да и небо-то ничего у нас сегодня. И вообще, вы знаете, как тут я хотела вам рассказать сегодня про своего фермера. И мне песня пришла на ум. О, голубка нежная, потерял надежду я. Как же ты среди бела дня упорхнула от меня. Очень сильно извиняюсь, друзья. Потому что я забыла, вообще напрочь забыла мотив этой песни. О, голубка нежная, потерял надежду я. Я даже не могу вспомнить, почему она мне вдруг всплыла в памяти. И кто ее поет, эту песню, боже, боже. Напомните те, кто помнит, те, кто знает. Ну, вот так. И почему я ее вспомнила? Потому что просят меня рассказать про моего фермера. Да, про фермера я сейчас вам обязательно расскажу. Много чего сегодня расскажу. Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Я сейчас с этой камерой перейду на нормальную. И вам все-все-все сегодня подробненько расскажу, как вы любите. Ой, я опять включила. Включила. Да, что ж такое. Включила опять я вам камеру, друзья. Вы знаете, сегодня прям я еду, у меня такое чудное настроение. И у меня всегда в таких вот хороших местах красивый день. Солнечный замечательный. Плюс 12 на градуснике. Сегодня у нас вторник, 28 февраля 2023 года. Последний день зимы. Вот, и у меня сегодня настроение шикарное. Я вот, знаете, еду и думаю. Ой, господи. Тормознула, не увидела. Видите, это дорога объездная. Объездная. Там у нас все сейчас ремонтируют, все позакрывали. И она для меня непривычная. Дорогу надо наезжать, конечно. Вот, видите. А здесь такие валяются, лежачие полицейские валяются. И они это... Они мешают проезду. И, конечно, можно... Вот, видите, впереди... А, ну что вы... Что вы видите? Разве вы видите у меня? Ой, нет, не видите. Как же сделать, чтобы вы увидели? То есть... Прям даже не знаю, друзья. Короче, что хочу сказать. Здесь ведь ездят люди, англичане, очень-очень долго. На протяжении всей жизни ездят на автомобилях. И это самое... Можно даже вот 80 лет и даже 90. Бывает, ездят за рулем. Нет ограничения по возрасту, что хочу сказать. Хорошо ли это? Конечно, это не очень хорошо. Теряется ориентация у людей. Уже абсолютно реакция другая на проблемы. Ну вот, понимаете, да. Все равно я вот думаю, а сколько же я буду ездить? Я же ведь недавний водитель. У меня стаж всего лишь 10 лет, однако. В 2013 году я... Представляете, как время летит? Боже, в 2013 году я получила права. Думаю, что у меня совсем стажа нет. У меня, оказывается, стаж 10 лет. Ничего себе. Ладно. Значит, что хочу еще вам сказать. Поменяла я камеру, но все равно, наверное, она будет трястись. В общем, я вам дорасскажу то, что хотела. И будем мы менять ее. Когда я стала здесь получать права, потихонечку стала ездить на машине моего мужа Рентона. Вот. Ну и, конечно же, он всегда садился впереди. Ну, нет, друзья, не получилось у меня вам за рулем там рассказать. Камера эта у меня упала еще быстрее. Поэтому я вам продолжу все-таки, закончу уже в автобусе. Так вот, Рентон всегда садился впереди, рядом со мной. Всегда он мне рассказывал, куда мне поворачивать, как что. Вот. Ну и всегда ругался на меня. Что ты так медленно едешь? Почему ты туда? Что ты на... Я говорю, да я просто еще не умею ездить. У меня же совсем вообще навыков никаких нет. Я же только села. Он так удивился. Говорит, как это ты только села? Тебе сколько лет? Я говорю, 56. А он говорит, так как? Ты же уже жизнь прожила. Что ж ты не ездила на машине? Я говорю, ну я когда-то что-то пыталась, но нет, я не ездила. У меня и прав-то нет. И он, вы знаете, так сразу притих, притих, насупился. Проехали мы там дальше немножко. Он вдруг попросил меня остановиться, припарковаться на обочине. И вышел. И пересел назад. Назад пересел и пристегнулся. И вы знаете, вот уже после этого случая, когда я ему сказала, он меня еще дома переспросил, так ты что, правда, только-только начинаешь водить? Я говорю, да. Так что ж ты мне сразу не сказала? Возмутился Рентон. Я говорю, так я тебе только и делала, что об этом говорила. Ну и все. И после этого он уже на переднее сиденье больше со мной никогда не садился. Только сзади, пристегнувшись крест-накрест. Вот так вот. Так, ну ладно, друзья, хватит уже лирических отступлений. Перейдем же мы к главной теме. Я же обещала вам рассказать. Помните вот это вот? О, голубка нежная, потерял надежду я. Вот про своего фермера. Почему я говорю про своего, не знаю. Ну, про фермера, поняли, да, меня? И тут опять. Тут опять, друзья. Я не могу. Вот этот вот смех, понимаете? Я вам, понимаете ли, и про Вьетнам. Я вам и про Таиланд, я вам и про замки-дворцы старинные и всякие разные легенды рассказываю, стараюсь. А нет. Вот расскажите нам, пожалуйста, опять про мужчин. Ну вот, ну что поделаешь, ну вот что поделаешь, да? Хочу я немножко переиначить тематику своих видео, но не получается. А потом же другие, кто приходят ко мне на канал, говорят, боже мой, что происходит с этой женщиной, у нее одни мужчины в голове. Ну, ну вот, наверное, как-то так, да? Ладно, что-то я сегодня разбаловалась. Ладно, серьезно теперь. Нет, подождите, серьезно не получится. Это раз. А во-вторых, еще я хочу вам немножко пред-пред-пред-предисловия рассказать. Я тут, знаете, иногда же я хожу на другие каналы других блогеров, наших женщин, бывшего Советского Союза, которые когда-то точно так же, как и я, вышли замуж по интернету, вышли замуж за иностранцев и уехали, и вот живут-поживают, называется. И я как-то все там больше, знаете, нахожу таких устроенных женщин, таких красавиц. Ну, правда, они все моложе меня и лет на 10, на 15 моложе. Поэтому это, конечно, тоже играет роль, я так понимаю, но все равно, вот, ну, не сравнить. Ну, и я смотрю, в основном, вы знаете, я смотрю вот женщин этих наших блогеров, которые живут в Америке, в Лос-Анджелесе, в Филадельфии. Девчонки поустроились, мужья у них такие, знаете, выше среднего достаток, как они говорят. Но вот посмотреть, если, может быть, кто-то даже смотрит и знает, я не буду здесь называть именно, как эти называются сайты, друзья. Но, в общем, конечно, меня они приводят, во-первых, сначала в полный восторг, потому что красавицы. И вот с каждым годом все лучше. Они где-то примерно тоже 10 лет назад уехали, как и я. И вот с каждым годом становятся все лучше и лучше. Одна уже сделала себе несколько пластических операций. И, в общем, фигуру себе там подкорректировала. Ну, красавица писаная. И с мужем рассказывает, что они там путешествуют постоянно, показывает, что они приехали на Гавайи. И там такой отель весь золоченый. Ну, скорее всего, пятизвездочный отель. Пятизвездочный отель на Гавайях, я даже, знаете, не представляю, сколько это может стоить. Но там, наверное, где-то тысяча долларов в день будет за двоих. Вот. Вот так вот люди живут. И я думаю, боже мой, а я, а что? А со мной-то что? Что происходит? Ну, да ладно. На, вернемся. Вернемся мы опять к нашим маранам. Вернее, вернемся мы к ковечкам нашим. Я вам расскажу про фермеры. Хотя рассказывать-то, в общем-то, и нечего особенно, друзья. Ну, да, красавчик, очень симпатичный мужчина. Те, кто не видел, посмотрите, пожалуйста, опять. Мы с ним после нашего знакомства встретились всего дважды на свидании, скажем так, за чашкой кофе. Возможно, вот так бы неспешно наш роман бы и продолжался. Здесь всё у англичан происходит очень неспешно. Не знаю уж почему, но вот так. Но вы же знаете, что я уже стала собираться ехать в Таиланд на зиму. И я даже, вы знаете, хотела его пригласить. Я хотела ему рассказать и пригласить его с собой. Потом я что-то долго думала, думала. Ну, во-первых, думаю, вряд ли, наверное, куда он своих овечек денет. А во-вторых, я подумала, что, ну, зачем же я поеду? Там же конкуренция жуткая, понимаете? Сейчас все эти азиатки, я же вам тоже рассказывала, это же всё модно. И что же мы поедем, как говорится, со своим самоваром. Ну, в общем, я поняла, что эта история, нет, она здесь не получится у нас. Если уж продолжать встречаться, то только в Англии. И я сказала, что я уезжаю. Уезжаю, как обычно, вот в Азию на зиму. И я каждый год езжу. Но он как-то, знаете, отреагировал очень спокойно. Я не удивился, не сказал, что как-то не ко времени ты едешь. Вот только-только у нас знакомство завязалось. Нет, такого не бывает. Англичане, они совсем другие. У каждого своя жизнь. Если я так решила, то я так и решила. Но он единственное, что спросил, а надолго ли ты едешь? Я говорю, наверное, на месяц. О, как долго, сказал он. Но я подумала, ага, долго-долго. Я-то вообще хотела на два или на три месяца ехать. Но здесь я опять не сказала ему. Всей правды не сказала, понимаете? Ну и всё, я уехала. Естественно, там не переписывались мы. Я не знаю, почему. Что-то я не додумалась, что там, в принципе, ватсап работает. Могли бы и переписываться. Но нет, как-то не случилось. Решила я отдохнуть от всего. Отвлечься, как говорится. Всё обдумать. А чё тут думать, чё тут думать, скажите вы, да? Мужик прекрасный, хватай давай. Пока свободный. Да я-то, в общем-то, и сама была не очень рада, что я вот так вот неожиданно и ни ко времени уезжаю. Но ничего я уже тут переделать, поделать не могла. Потому что мы договорились, я, наверное, рассказывала вам, уже даже не помню. Мы договорились с моей знакомой, приятельницей, что мы поедем вместе, и она живёт в другой стране европейской. Мы решили в Таиланде встречаться. Ну, и я не могла человека подвезти. Вот и поехала. С грустью, как говорится, с тяжёлым сердцем. А получилось, что и эта женщина меня подвела и не приехала. Субтитры создавал DimaTorzok Отвлекаюсь без конца. Уж извините, не могла не показать вам вот этого пуделя бесподобного. Вы видели, как он вытанцовывал? Я не могла уйти от него. Наверное, мы там стояли с ним, разговаривали, а он всё танцевал. Минут 10. Ну, в общем, как вы понимаете, что фермера своего я, так скажем, поменяла на Таиланд. Променяла. И когда я вернулась, я ему на WhatsApp написала. Он не ответил. Ну, вот, и так всё это у нас, по-моему, затихло уже насовсем. Я не знаю, не могу сказать. Всякое, конечно, бывает. Может быть, ещё встретимся. Но я специально уже туда не хожу. По тем дорожкам не гуляю. Рядом с его фермой. Как будет, конечно, так и будет. Но, мне кажется, уже слишком много времени прошло. И мы после нашей такой небольшой совсем встречи, знакомства, ну, уже, скорее всего, позабудем друг друга. Я-то, в общем-то, сказать по правде, не очень расстраиваюсь. Немного понятно было сразу, по крайней мере, для меня, что мужчина не мой. Вести фермерское хозяйство, ну, как-то уже, знаете, это не моё. Да и потом, я же не зря вам начала рассказывать про этих женщин, которые прекрасно живут, обеспечены всем. И мужья у них такие зажиточные. И они копейки не считают. И, знаете, вот как-то думаю. Ну, не знаю, может быть, мой поезд ещё не ушёл. И мне надо пересмотреть полностью свою жизнь. Да, действительно, что же я перетаскиваю своё это бренное тело с места на место без всякой цели. Хожу, брожу, вот видео вам снимаю. Нет, надо заняться просто очень-очень серьёзно своей жизнью, самой, собой. Ну, а как иначе-то, друзья? Может быть, ещё всё-таки мой поезд не ушёл. Мне тут недавно написала одна из моих подписчиц, давних-давних моих подруг здесь уже познакомились мы на канале. Вот, и она пишет, что я так благодарна, что ты вселила в меня оптимизм, Галина, и что ты дала надежду на какую-то другую жизнь. И вот сейчас действительно я познакомилась с мужчиной, и я вся влюблена. Вот настолько приятно иногда бывает получать такие письма. Именно это даёт надежду для будущей жизни и даёт нам всем эту надежду, всем женщинам, которые желают найти свою вторую половинку. Я желаю обязательно её найти. Так что счастья всем нам, друзья! Будем надеяться на лучшее. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok